Всем привет! Сегодня у нас последний день зимы и, конечно же, вторая часть пустых баночек февраля. Ура, ура! Завтра будем встречать весну. Надеюсь, погода нас тоже порадует солнышком и хорошим настроением. Так, ну давайте начну с бытовой химии. У меня ее тут совсем чуть-чуть. Первое, что покажу, это вот такой кондиционер для белья из фикс-прайса, флекси, цветок океана. Конечно, заманчивая такая упаковка и аромат, думала, будет классный. Ну, по факту это такая голубенькая водичка, жиденькая-прижиденькая, ничего не делает этот кондиционер, ни запаха. Ну, запаха у него тоже никакого особо нет, аромата. Белье не смягчает. Вот, вчера даже убедилась, у меня такая кофта есть. Там, как бы, нить люрексовая, да, и она очень колется. И когда я ее стирала, например, просто гелем для стирки, было все нормально. Тут попала она у меня в стирку, где я стирала порошком и вот этим кондиционером. И я просто вчера одела ее на работу и вся исчисалась целый день. В общем, никакого смягчения, это наглядный был пример. Полная Г, можно так сказать. Литр 25. Не советую, в общем. Сама брать не буду и вам не советую. Сейчас взяла что-то подобное, не знаю, еще не пробовала. Но терзают смутные сомнения, что будет точно такое же. Ну, ладно, посмотрим. Не будем загадывать заранее. Так, дальше в фикс-прайсе покупаю вот такой вот Доместа за 55 рублей, по-моему. Очень он мне нравится. Здесь заявлена фруктовая свежесть, но он никакими фруктами не пахнет. Ну, и хлоркой он сильно не пахнет, поэтому мне нравится. Хотя объем здесь небольшой, 450 мл, ну и цена недорогая. Я не люблю сильный запах хлорки, поэтому с удовольствием пользуюсь. Буду дальше его покупать. Наверное, буду убирать их. Не люблю, когда в пустых балочках вот эти баклажки стоят. Так, следующее. Как ни странно, ферри у меня сохранился. Обычно у меня уже бутылек в таком виде, что его даже стыдно показать. В этот раз был сочный лимон. Ну, в общем, я чередую. Покупаю или Прил, или Ферри. Ферри, конечно, выгоднее. Ну, и... Получше он моет, но мне не нравится то, что и очень много пены, и... Много воды уходит на то, чтобы смыть. Ну, и, наверное, вреднее все-таки он... По экологичности-то... Ну, так, конечно, думаю, не стоит долго рассказывать. И без меня это прекрасно знает качество этого продукта. Так, ну, переходим к уходу. С волос начнем. У мужа закончился вот такой вот гарнир фруктис против перхоти. Укрепляющий шампунь. Я ему, конечно, помогла, когда уже вот так вот остается. Чуть-чуть я помогаю ему вымывать. Он... Домывать, вернее, шампунь. Ну, и чтобы самой какое-то мнение составить. Потому что у мужа все нормально. И поэтому редко больше от него что-то добьешься какого-то отзыва. Я ему постоянно покупаю против перхоти. Потому что от обычных шампуней у него часто она появляется. Ну, а когда против перхоти, тогда не появляется. Так, перетион цинка плюс зеленый чай. Это такой очень густой был шампунь, знаете. Я бы даже сказала, что он какой-то вот как глиняная... Как будто глину разводишь, да, такая вот жидкая получается. Вот такой какой-то консистенции. Действительно, мне вот и понравилось для жирных волос. У меня жирные волосы его использовать так подсушивает кожу головы. И освежает. Очень приятный такой аромат. Ну, фруктовый, как у всех фруктисов. Я бы повторила. Если будет по какой-нибудь акции, обязательно приобрету. Очень приятный шампунь. Мне вообще фруктис нравится шампунь. Ну, и перхоти, конечно же, никакой не было. Насчет устранения не знаю. Потому что перхоти не было, чтобы именно лечить этим шампунем. Так, дальше еще из мужского. У меня сегодня прям в этом месяце. И то, и то. Попадался в пакете сюрпризе. Мне вот такой вот шампунь-гель. Это даже три в одном шампунь, ополаскиватель и гель для душа от Avon Man. Я отдала мужу на работу. Потому что он там тоже моется как бы в душе. И думаю, что он там голову будет мылом мыть. Хотя ему вообще без разницы. Вот если бы я не дала, он бы так и мылся. И он мне принес пустую баночку. Представляете? Какой ответственный, как ответственно относится к моей, так скажем, хобби-работе на ютубе. Ну, правда, я ему, конечно, несколько раз напоминала. Говорю, ты мне принеси, чтобы я могла показать. В общем, ему понравилось. Это средство сказал классное. Если обычно он говорит нормальное, я говорю, что сказать-то про него. Он говорит, скажи, что классное. Вот, я здесь, ну, стекло. Я один раз тоже им помыла голову. Такой перламутровый, густое. Перламутровый такой гель. Приятный такой мужской аромат. Ну, он им мыл только голову. Я так поняла. Потому что моется он у меня мылом. Гель для душа не любит. И сказал, как шампунь. В общем, хорошее средство. Если еще раз попадется в пакете сюрпризы, с удовольствием будем пользоваться. Так, дальше у меня закончился шампунь и ополаскиватель. Сила кератина. Это у нас Эйвен, Эдван Техникс. Наверное, восстановление волос. Я так поняла, что это перевыпущенная серия. Наверное, восстановление 7. Ну, честно признаться, не могу точно сказать. Потому что очень давно я брала ту серию. И вот сравнить такое же или не такое же. И чем отличается, я не могу. Потому что это уже было несколько лет назад. И я не помню, если честно. Ну, новая серия мне очень понравилась. Бальзам был густой, кстати. Он у меня всю дорогу стоял вот так. Потому что его было тяжело. Оттуда приходилось постоянно так хорошенько трясти флакон, чтобы вылить. Ну, хотя он и мягкий, как бы, можно выдавить. Но приходилось кверх ногами его ставить. Шампунь тоже хорошо промывал волосы. Волосы не жарнились. Ничего. Ну, надеюсь, что какое-то укрепляющее свойство было. Так как здесь написано, что комплекс с кератином и пантенолом. Ну, я это, конечно же, проверить не могу. Поэтому как-то так. Хорошая линейка. Мне понравилась. Сейчас у меня еще маска осталась в использовании. С удовольствием пользуюсь. И можно повторить. Гель для душа закончился от DAF. Мне его еще, наверное, в прошлом году, на 8 марта, что ли, дарили. Или на Новый год. Ну, в общем, долго стоял. Решила уже, пора бы использовать. Вообще, я гели для душа от DAF не люблю. Ну, тут увидела, что он с ароматом инжира и цветка апельсинового дерева. Очень хотелось попробовать. Ну, не впечатлил меня этот гель. Единственное, что мне нравится в гелях DAF, это то, что они кремовые. Действительно, питают, увлажняют кожу. Но мне не нравятся ароматы. Никакого тут инжира и апельсинового дерева не было. Пах он так же, как и все. Для меня палеными тряпками. Знаете, как будто что-то гладил, гладил. Забыл, в общем, утюг. И вот эти вот подпалины, когда остаются, вот так пахнет тканью. Для меня так пахнут гели для душа от DAF. Поэтому я их никогда не покупаю. И мне кажется, что они хуже пенятся, чем там Эйвон или Фаберлик. Или Фрошей, тем более. И очень быстро они у меня уходят. Ну, сама не покупаю, но иногда дарят. Ну, потому что, как бы, фирма-то хорошая, да, DAF и не дешевая. Поэтому часто люди покупают на подарки. Иногда вот мне в таком виде они у меня попадают ко мне. Ну, естественно, я их никому не передариваю. Каждый год в надежде на лучшее. Я все-таки пробую, но ничего не меняется. Для меня, по крайней мере. Вот. Так, что у меня тут еще? Для тела еще был вот такой вот освежающий скраб для тела, морская соль и свежая морозная мята. От Organic Kitchen. Почему-то первый раз, когда я им пользовалась, мне показалось, что у него был охлаждающий эффект. Но нет. Ничего подобного. Он вот такой вот белый. Там действительно морская соль. Потому что, когда, если на какую-то царапину, там у меня всегда есть царапины, потому что у меня кот попадает, прям разъедает сильно. Очень приятный такой свежий и мятный аромат. 100 мл. Мне хватает такой баночки на 3 раза. Ну, иногда вот себя балую, потому что очень люблю скрабы для тела от Organic Kitchen. Ну, вообще все скрабы в них люблю. Единственное, что, конечно, невыгодно. Получается там, например, 75 рублей заплатить за 3 раза. Ну, иногда все-таки хочется. Почему бы и нет? Если какой-нибудь классненький. Так. Для рук, для ног давайте покажу. Еще вот такой вот скраб у Тарифлейм я попробовала. Это для ног. Олива и гинка. Конечно, аромат у него не очень такой приятный, травянистый. Ну, он не яркий и от носа далеко находится, поэтому вообще никак не напрягал. Хороший скраб, знаете, понравился. Здесь я уже все выполоскала. Он не жидкий. Частичек скрабирующих достаточно так много. Хорошо они скрабируют. Не сказала бы, что очень жесткие. Вот от Organic Kitchen, конечно, там конкретная соль, там пожестче частички. Ну, этот тоже неплохой. Повторять вряд ли буду, наверное. Но так, в принципе, можно в покупке рассмотреть, посоветовать. Скраб хороший. Мне понравился. Также понравился вот такой вот крем от Ифраше. Я до сих пор еще им пользуюсь. Он очень густой. Это какая-то, по-моему, была от 2017 года, что ли, года. Линитка. Он очень такой густой. Прям первый раз я увидела, что у Ифраше такой густой крем для рук. Он плотный. Он очень питательный. Я его на ночь мажу. Яркий достаточно аромат. Именно цитрусовый такой кедра я здесь не слышу. Слышу вот мандарин с лимоном. Классный крем. На зиму вообще самое то. Выдавила его сейчас в банку. Вроде бы, знаете, на свет смотришь, вот так по краям размазано. В баночку вылила. Где-то, наверное, еще... Ну, четвертая часть точно. А расход у него минимальный. И обычно мне тюбика хватает на месяц. Но здесь я уже два месяца пользуюсь. И еще, наверное... Ну, на неделю с лишним точно. Еще дней на десять мне осталось. Хороший крем, но... Не знаю. Конечно, он, мне кажется, уже не продается. Может быть, в каких-нибудь скидочных корзинах кто-то где-то откопает. У кого сухая кожа рук, мне кажется, этому понравится этот крем. Ну, и плюс аромат, конечно, классный тоже. Так, переходим к уходу за лицом. Ну, закончилась у меня мицеллярка вот такая вот от Фитокосметик. Присылали мне на обзор. Цеплюс Цитрус. Ну, это обычная такая мицеллярка. Знаете, ничего сверхъестественного. Удобная тут крышечка такая. И объем 250 миллилитров хороший. Ну, вот, в основном я пользуюсь Эйвоновской косметикой. Поэтому и средства для снятия макияжа тоже стараюсь брать от Эйвона. Потому что они хорошо смывают. И туши их, и карандаши стойкие. Вот эта водичка плохо смывала именно Эйвон косметику. Остальную, в принципе, нормально. Иногда использовала как тоник. Просто лицо протереть. Ну, нормальная мицеллярка. Ничего плохого сказать не могу. Стоит около 120 рублей, по-моему, в магазине. Так, дальше закончилась у меня маска для лица. Тоже от Фитокосметика. Омолаживающая. Ее, по-моему, мне присылала Нафиса. Нафиса, спасибо тебе огромное. Это с маслом Жожоба, Алоэ Вера и гилауроновой кислотой. Я, конечно, когда увидела объем маски для лица 175 миллилитров. А я, кстати, себе такую же покупала, но потом ее тоже отправила в посылочки. Ну, дикий объем, конечно, для лица. Ну, кстати говоря, мне кажется, не так уж что долго она у меня и в использовании стояла. Наверное, месяца два с половиной. На основе козьего молока с маслом Жожоба, Алоэ Вера и гилауроновой кислотой омолаживает кожу на клеточном уровне, глубоко питает, насыщает влагой, разглаживает морщинки, повышает упругость и эластичность. Ну, с трудом, конечно, верится, что на клеточном уровне она там что-то обмолаживает. Ну, нет, глубокого питания тоже не было. Я бы сказала, что это хорошая увлажняющая маска. Да, она была вот такая вот. Ух ты, тут еще на один раз стекло, но я уже не буду. Сейчас покажу. Вот такой вот консистенции. Очень приятный аромат такой. Не знаю, мне кажется, пахнет вот что-то. Алоэ, Жожоба, он сладковатый такой. Ну, вкусно пахнет. Я ее прям так хорошим слоем наносила на лицо. Она половина впитывалась, поэтому... В общем-то, не экономила я ее. Поэтому она у меня быстро довольно-таки ушла. Ой, приятный такой аромат. Классно. Кто экономит, можно такую маску купить. И надолго хватит. В принципе, стоит она рублей 120, наверное, где-то так. Классная маска, понравилась. Так, следующая маска. Ее мне присылала Инна. Спасибо тебе огромное, Инн. Тоже из посылочки получается. Это у нас альгинантная маска. Я ее что-то сначала убрала, потом, когда до меня дошло, что, в принципе, это на один раз. Я ее сразу же достала. И неделю-две все собиралась, собиралась ее делать. Первый мой опыт был. Такое знакомство с альгинантной маской. Она... Ее, когда разводишь, в общем, водой, шпателем быстро-быстро нужно наложить на лицо. Причем, накладывать рекомендуют и на глаза, и на губы. Я не рискнула так делать. У меня там уже плесень начала появляться. Надо выбрасывать. Вот на лице она застывает, становится тоже вот такой вот, как шпаклевка. На глаза и губы я, конечно, не делала. На губы хотела сделать, но потом передумала. Думаю, как-нибудь в следующий раз уже сама что-то другое приобрету и попробую. Первый раз не рискнула. Все это вот такой вот маской застывает на лице, как шпаклевкой. По краям оно потом подсыхает и трескается. Нужно снизу вверх, по-моему, потом ее снять. Ну, здесь вот все написано. Давайте я приближу. На 20-30 минут. Ну да, дольше и не стоит ее держать. Это корейская маска. Потому что она просто засохнет и потрескается на лице. Нам такое не надо. Брови, да, я мазала жирным кремом, чтобы легче было ее снять. Это у нас для сияния кожи. 15 грамм здесь было. Ну, результат, в принципе, понравился. Нужно было смочить ее потом по краям, но это я уже узнала после того, как ее делала. И поэтому затруднительно мне немножко было ее снять. Да, такое, знаете, обновление какое-то я почувствовала на лице. Кожа была мягкая, свежая. Ну, можно даже сказать, что и сияющая. Ну, в общем, понравилось. Попробую еще какие-нибудь другие в магазинах купить. Попробовать. Интересно было. Спасибо. Очень интересно было. Так, следующая маска. Это я уже себе покупала. Это от New Clinical. Ночная маска. К сожалению, не сохранила коробочку с аннотацией. Может быть, наверное, поэтому и не сохранила, потому что там тоже все по-нерусски было написано. В смысле, по-английски. По-нерусски. Хорошая маска. Я как-то брала в пробнике, мне не понравилось. Наверное, потому что я целый пробник себе на лицо вымазала. И, естественно, оно было липко. Это очень, кстати, экономичный вот такой вот вариант. Я не знаю, сама баночка, да, 50 миллилитров. Мне кажется, ее вообще на год хватит. Очень она экономичная. Она такая прозрачная. Смотрите, и в ней содержатся такие капсулы, которые лопаются. И там, наверное, я думаю, гиалуроновая кислота в этих капсулах. В общем, она такая супер увлажняющая, я бы сказала. Немножко есть липкость, да. Не стоит ложиться лицом в подушку. Можно прилипнуть. Ну, а так, в принципе, если чуть-чуть как бы нанести в меру, то нормально будет. Очень хорошее увлажнение дает. Классная маска. Оценила я ее со второго раза. Также мне понравились маски вот эти вот. Приходили мне в последние посылочки от Иришки. Ир, спасибо тебе тоже огромное. Очень хотела попробовать что-нибудь от марки Космия, которая продается в Ашане. Это у нас была такая мультимаска. Сверху была черная глиняная маска, которую нужно было нанести на Т-зону. Она так, ну, подсушивает как бы кожу, очищает. И вторая маска уже идет, по-моему, как питательная. На щеки вот такой плотный такой крем белый. Очень приятный пах, кстати. Да, мультимаска для лица с очищающим и увлажняющим эффектом 2 в 1. На 10 минут, но я подольше держала. Понравилась. Интересная маска. Классная. И вот эта вот уже маска у нас омолаживающая. С коэнзимом Ку-10. Она идет питательная, что ли, сейчас. Против морщин, да, с коэнзимом Ку-10. Укрепляющее и увлажняющее действие. Очень густая. 8 мл. Густой такой плотный крем белый. Тоже, конечно же, подольше его держала. Классно так напитала кожу. Действительно, как-то плотненькая она такая стала. Приятная масочка. Тоже очень понравилась. Спасибо. Так, еще для лица у меня закончилась. Вот такая вот. Не закончилась, я ее перелила. Сейчас я подробнее расскажу. Тоже Инна присылала. Спасибо тебе огромное. Очень мне понравилось. Это у нас сыворотка. Я специально оставила коробочку. Сыворотка с необыкновенно легкой консистенцией. Рекомендуется для кожи, требующей дополнительного питания и защиты от внешних факторов. Дает коже ощущение восхитительной гладкости и мягкости. Релаксирующий аромат оказывает расслабляющее действие. Успокаивает чрезмерную эмоциональность. Расслабляет напряженные зоны лица. Укрепляет естественный защитный барьер кожи. Это такая легкая сыворотка. Тут уже не буду читать. Приближу, кому интересно. Плохо тут видно, что здесь содержится масло розы, жасмины и гордении. По утрам я наносила. Здесь маленький объемчик. Очень неудобно ее оттуда доставать. Я ее сейчас просто поставила кверх ногами и вытряхнула в баночку. 15 мл объем. Она такая жиденькая. Очень приятный аромат. Вообще классный. Насколько я знаю, вот эта марка Перфекта. Она не очень дорогая. Но просто действительно релакс. Очень приятно ее нанести. После очищения утреннего под макияж можно наносить. Дает такой свеженький вид. Придает личику. Классная штучка. Если увижу, то возможно даже что повторю. Понравился. Понравилась эта сыворотка. Так. Что там у меня дальше? Две зубные пасты. Сплат Сенситив. Покупала в фикс-прессе. По-моему за 77 рублей. Здесь 80 грамм. Паста хорошая. Конечно она. Идет для чувствительных зубов. И восстановления эмали. Но у нее неприятный вкус. И цвет по-моему тоже такой. Желтый такой. Не очень. Но мне сами по себе пасты нравятся. От сплат. За то, что они густые. За то, что не летят брызги. Как от жидких паст по всей ванной комнате. И по одежде. И качество, конечно, хорошее. Но тут нужно уже выбирать себе по вкусу, по цвету и по действию. И вторая паста Биомед. Очень люблю эти пасты. В этот раз у меня была с углем. Серого такого цвета. Люблю за то, что у них такая гелевая консистенция. Что они такие тягучие. Густые. В принципе, хорошо очищала. Супер освежение, конечно, она не дает. Я люблю брать эту пасту на вечер. И такой вкус тоже приятный. Никакого, конечно, тут вкуса угля не было. Она без фтора, без парабенов, без синтетических ароматизаторов и красителей. Такая натуральная. Паста тройная система отбеливания эмали. Но я никогда не вижу отбеливания от зубных паст. Поэтому тут ничего такого сказать не могу. Ну, может быть, оно, конечно, и есть. Так, дальше тоже вот такое вот мыло использовала. Иришка мне присылала. Посылочки от Шпайк. Оно у нас идет как очищающее, наверное, да? Я не знаю, тут по-русски ничего не написано. Германия. Маленький такой кусочек, 13,5 грамм. Хотела им умываться. Но оттолкнул аромат. Какой-то такой травяной. Очень насыщенный. Очищает, кстати, кожу вообще до скрипа. И я им мыла руки, когда что-то, ну, чем-то таким запачканным были. Запачканным они были, что трудно отмыть. И я мыла вот этим вот мылом отмывала. Вот. Ну, так, в принципе, по качеству-то хорошее сказать нечего. Дальше. Соли для ванны. Тоже, кстати, из этой же посылки от Иры. Спасибо тебе огромное. Соль для ванн хвойная, противопростудная. Очень такая крупная была соль. По инструкции здесь было 500 грамм. По инструкции нам было 200 грамм. Ну, в общем, на два раза я ее разделила. Как раз начиналась простуда. И я подумала, что вдруг она поможет. Ну, нет. Я думала, хотя бы такой аромат будет насыщенный, что вот этим вот эфирным маслом можно будет подышать. Ну, аромат был только вот от сухой соли в ванной. Когда она растворилась в воде, никакого аромата не было. Сосная, можжевельник. Ну, а так, в принципе, соль как соль. Там какие-то еще частички плавали. Травяные. В принципе, нормальные. И вот такие вот две соли. Это коктейли даже для ванн. Морская соль плюс пена от Экотерапи. Коктейль для принятия ванн по 100 грамм. Мелкий-мелкий порошок. Кстати, когда насыпаешь, вот сразу пена хорошая появляется, пока наливается вода. Но потом она превращается в такую молочную пенку. Вот этот вот новинка у них в Бали идет. Вот тут инжир, еще что-то маракуйя. И как его, питая это. Очень яркий аромат. Вообще, все, что лежало в пакете, с этим пакетиком, с пустых баночек, все пропахло. Я даже вот от самого порошка, вот этот вот тоже ярко пахну. Если этот аромат сохранялся на протяжении всего принятия ванны, то этот почему-то быстро испарился. Ну и хорошо, потому что ароматы такие яркие, резкие. Я бы сказала, и у кого какие-то проблемы или заболевания дыхательных путей, я бы не рекомендовала. Потому что можно и покашлять, и почихать от этого аромата. Мелкий порошок, видимо, в воздухе летает, когда сыпешь и попадает это, конечно, все в нос. Даже сейчас, пока рассказываю, видимо, пошел аромат из пакетиков и начало першить в горле. Я, видимо, опять про это забыла, потому что раньше я покупала такие пакеты. И опять приобрела, соскучилась, можно сказать. Ну, всего три пакетика, поэтому... Ну, а так, в принципе, приятные. Коктейли, считай, соль и пена два в одном. Классно. Так, дальше покажу салфетки. Мои самые любимые от КТ. Мне очень нравятся они. 120 штук. Хорошо, что сейчас опять начали привозить фикс прайс. Вообще, мне нравятся больше всего антибактериальные зеленые. Но их в больших пачках почему-то не привозят. Только в маленьких. А вот в голубых мне не очень нравится аромат. А вот эти вот самые-то вообще классные. Ну, долго останавливаться не буду. Все уже пробовали. Дальше. Сделала я вот такую вот маску для ног. Эксфолиантную. Это у нас носочки. От Эйвон. Новинка последняя. С гликолевой кислотой и алоэ вера. Два носка полиэтиленовых. Внутри находится, ну, такая, нетканный материал. Типа, как влажные салфетки. Да, и пропитка вот эта вот. Отшелушивает, смягчает, разглаживает. Эффективность салонной процедуры у вас дома. Средство для ножек мягких, как у младенца. Да, она действительно, это та маска, после которой прервалась запись. Это действительно та маска, после которой сходит кожа. Ее нужно держать 60 минут. Там есть наклейки такие, заклеиваешь, чтобы ничего не вытекало. Можно сверху еще надеть носки. Но я так не делала, потому что я с ней не хотела. Я просто... У меня мерзнут ноги, кстати, всегда в таких масках. Ну, я полотенце постелю, на пол вот поставлю. Ну, и все равно как-то вот шевелишь ногами, чтобы там жидкость не в одном месте была. Час держать. Потом, конечно, на следующий день все это... Начинает кожа... Чувствуешь сухость кожи. Очень она стянутая такая получается. Пару дней вот такой, как бы, дискомфорт. И потом нужно делать ванночки желательно. Ну, я не делала, так как я и так в ванне лежу почти каждый день. Поэтому мне хватало этого. Я там скрабом пользовалась. И теркой, да, или какой-то там пемзой. Вот это вот все начинает отшелушиваться. В общем, лучше себе помогать скрабами и терками. И быстрее это все сойдет. Действительно, да, все это... Все натоптыши размягчаются. Омертвевшая кожа отходит. Лучше, конечно, делать такие процедуры... Ну, когда вы не носите открытую обувь, не летом. И вообще они рекомендуют, по-моему, один или два раза в месяц... Два раза в месяц написано было здесь делать. А, данную процедуру можно проводить каждую одну-две недели. Но это, конечно, перебор. Мне кажется, не стоит этого делать. Я думаю, даже одного раза в два месяца будет достаточно. Я, по крайней мере, так собираюсь делать. Чтобы сильно там натоптыши никакие не образовывались. Вот. А так, конечно, понравилось. Даже 200 рублей в каталоге это нормальная цена для такой маски. Поэтому обязательно буду повторять. Ну, и кому нужны такие вещи, могу, в принципе, порекомендовать. Так. Осталось у меня совсем чуть-чуть. Туалетная... Ой, парфюмерная вода. Тейвон Little Red Dress. В старом еще оформлении. Допользовала ее вместо освежителя в туалете. Потому что где-то у меня ее третья часть оставалась. Изменился цвет у воды. Стала она темно-желтого такого цвета неприятного. Аромат, мне кажется, все-таки тоже, что он изменился. Он стал... Ну, вроде бы и такой же. Ну, какой-то более насыщенный, что ли. Или я так его просто стала воспринимать. Ну, в общем, это у нас восточно-фруктовый аромат. В нотах есть малина, роза и сандал. Все это там чувствуется. Он такой яркий, насыщенный. Очень он мне нравился. Прошлую зиму я его прям очень хорошо так использовала. Ну, и вот то, что на эту зиму осталось у меня. То пришлось вместо освежителя. Мне, кстати, нравилось, что-то этот аромат стоял в воздухе. Классно. Сейчас пошел у меня в туалет. Кто-то у меня сейчас будет... У меня тапками кидаться розовое платье. Потому что что-то... Ну, он мне изначально не очень нравился. И опять-таки, так же, как и вот этот вот, резко поменял цвет, стал зеленым. Зеленоватого такого цвета. Поэтому решила его тоже отправить, в общем, в туалет. Дальше закончились у меня три пробника. Это Reflame Eclat. Очень понравился Eclat Femme. Это такой женственный. Мне кажется, такой классический аромат вообще. На все случаи жизни. Очень приятный. Но ты не смотрела. Буду так вкратце. Понравился. Потом вот этот Born to Fly новинка. Тоже, кстати, понравился. Он уже более такой нежный идет, ненавязчивый. Чуть-чуть сладковатый, цветочный. Хороший аромат. Ну, по стойкости, по-моему, не очень он стойкий. Этеклад стойкий аромат. И что у нас тут еще Miss Giordani. Сейчас понюхаю. Ну, тоже приятный аромат такой. Более такой весенний. Тоже понравился. Хороший. И никогда не оставляла пробники от помад. Всегда их выбрасываю. Не показываю в пустых баночках. Но тут и хотела дать отзыв. Это у меня пробник помады. Матовой помады Metallic от Avon. Не знаю, что за оттенок. Тут еще и половина стерся. Какой-то вот такой. Вот оттенок, еще почему именно этот оставила. Так, тут у меня крем. Очень красивые оттенки. Вообще, у них в этой линейке очень красивые оттенки. Но пользоваться я не могу этими помадами. Вообще, мне очень некомфортно. У меня была одна пряная пудра. Я ее подарила, в общем, подружке на работе. Очень некомфортно. Даже на праймер. Праймер. Пластилин. Я чувствую просто на своих губах пластилин. И губы между собой липнут. Очень неприятно. И очень жалко. Потому что оттенки в этой линейке классные. Просто бомбически. Все. Это были все мои баночки пустые. Опять я не уложилась в формат своей камеры. Придется склеивать. Ну уж, извините. Не знаю, скачала новый какой-то видеоредактор. Что там получится. Если будут опять какие-то надписи водяные. То вы уж меня извините. Придется воспользоваться старым. Если не получится новым. Поэтому, ну, не знаю. Как-то если уж кого-то сильно раздражает. Тогда, наверное, не смотрите. Ну так, всем спасибо большое за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Что-то узнали, может быть, полезного. Нового для себя. Всем большое спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Сегодня ночью во дворе был пожар. Горела вот эта вот машина. Ну, она уже давно тут стоит. Ее уже почти разобрали. В общем, парень из соседнего подъезда. Все пытался, пытался ее продать. Так и не продал. В общем, в конце концов ее разобрали. И вот сегодня я проснулась посреди ночи. От того, что муж стоит возле окна и ругается. Говорит, разбудили. Ну, на самом деле пожарные очень тихо работали. Пожарная машина стояла там. Ну, довольно-таки далеко. Вот они растянули до сюда рукава. Где-то, наверное, человек пять или шесть их было. Тушили они эту машину. Ну, это хулиганье. Может, мальчишки, скорее всего, подожгли. Потому что там внутри сидения были. И, в общем, кто-то нахулиганил. Долго они ее тушили. Ну, главное так тихо. Я бы вот не проснулась, если бы муж меня не разбудил. Такой гул стоял. У нас, кстати говоря, такой узкий дворик. Тут на легковой-то машине не развернуться, не повернуться. Пожарная вообще как-то вызывали тоже. У соседей, по-моему, был пожар. Кое-как они здесь проехали, бедняги. Вот такие вот дела. Сейчас уже смотрю, пацаны со школы пришли. И лазили там. Капот открывали. То во дворе гуляли. Вот.